В эфире программа «Актуальное интервью». Сегодня мы поговорим об уплате имущественных налогов физическими лицами. У нас в студии начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России номер 4 по Архангельской области и Ненинскому автономному округу Дмитрий Мартынов. Дмитрий Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем мы перейдем к теме нашего разговора, хочу отметить, что в новой должности вы недавно, с 19 сентября. Как вам работать в Ненинском округе? Действительно, да. Месяц назад назначен начальником инспекции. Раньше был в округе, когда работал в аппарате управления в командировках. В принципе, приехал с рабочим настроением, и я думаю, что все будет хорошо. С налоговой службой вы знакомы? Да, уже более 14 лет работал в аппарате управления. Все желают успехов. Я думаю, все задуманное сбудется. Какие задачи стоят перед инспекцией сегодня? Ну, на сегодняшний день первоочередная наша задача, наверное, это нам были переданы функции взыскания взносов на обязательной пенсионной, страхование, бензинское страхование. И на сегодняшний день вот это наша первоочередная функция, это повышение той задолженности, которая накопилась за предыдущие годы, и недопущение или взыскание задолженности, которые вот уже за текущие периоды поступления, обеспечение поступления вот этих взносов во внебюджетные фонды. Соответственно, чтобы из этого платились пенсии, ну и те пособия, которые законодательством наши предусмотрены всем. Я знаю, что недавно вы были представлены временно исполняющим обязанности губернатора Александру Цибульскому. Какие задачи он ставил перед инспекцией? О чем шла речь? Я знаю, что о бюджетной составляющей, тоже о налогах и доходах. Да, наполнение бюджетного округа, реализация всех тех функций и задач, которые в федеральной новой службе на нас возложены, на обладающие телеокруга и тех муниципальных образований, которые округ составляет. И о соблюдении закона при реализации соглашения о разделе продукции Харягинского, который составляет, наверное, треть доходной части бюджета Ненинского округа. Вот те задачи, которые мы обсуждали в современной исполняющей обязанности губернатора. Перейдем к теме нашего разговора. Дмитрий Валентинович скоро истекает срок уплаты налогов физическими лицами, да, 1 декабря, если не ошибаюсь? Да, он наступает срок, да, вот у нас очередная важная дата для всех нас и для плательщиков, и для нас тоже 1 декабря, это срок уплаты налогов транспортного налога, земельного и налога на имущество физических лиц. Каким образом физические лица могут уплатить этот налог? Они получили уже квитанции, да? Вот, ну мы призываем всех, кто не получил, подойти либо в инспекцию к нам и получить лично, либо еще раз заглянуть в личный кабинет своего налогоплательщика, обновить пароль, если давно не заглядывали, вот, там можно получить также это уведомление и квитанцию, вот, оплатить можно в любом кредитном учреждении, через платежный терминал Сбербанка, на сайте Федеральной налоговой службы, пользуясь соответствующим сервисом, вот, или через портал Госуслуг, также есть такая функция, оплатить можно. Вот один из самых удобных способов – это личный кабинет для физических лиц. Вот как к нему можно подключиться? Ну, на сегодняшний день эту возможность обеспечивает многофункциональный центр, особенно это актуально для жителей, наверное, отдаленных районов округа. Можно подойти туда, оставить заявление, а пароль и логин, он придет уже по почте. Либо непосредственно подойти в инспекцию, в операционный зал и там подключиться, получить пароль и логин и уже пользоваться в полной мере этим сервисом. То есть налоги можно оплатить, не выходя из дома? На сегодняшний день, да, даже не то, что, наверное, не выходя из дома, с мобильного любого устройства, которое подключено к интернету, планшеты, телефоны, все, что, то есть буквально из автомобиля, там, с улицы, если интернет есть, все это возможно. Дмитрий Валентинович, какие категории граждан имеют право на льготу, на налоги физических лиц? Ну, на сегодняшний день, вот, скажем, по транспортному налогу льгота предоставлена для, в отношении, точнее, лековых автомобилей с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил для таких категорий, как ветераны-участники Великой Отечественной войны, ветераны-инвалиды боевых действий, инвалиды первой и второй группы, пенсионеры по старости, для земельного и налога на имущество для инвалидов первой и второй группы предусмотрена льгота, для налога на имущество есть льгота для пенсионеров по старости, вот, по налогу на имущество также есть льгота в отношении хозяйственных строений и сооружений, каждый из которых площадью не более 50 квадратных метров, которые заняты под… которые находятся, точнее, на участках, которые предоставлены для созаводства, огородничества, личного подсобного хозяйства. Вот, в поселке Искатеницы есть льгота подобная по земельному налогу для земельных участков, предоставленных, опять же, лично-пособного хозяйства, садоводства, огородничества в городе Наринмаре для таких земельных участков, которые заняты под гаражами. То есть обо всех льготах, я думаю, можно узнать, в том числе и у нас в инспекции. То есть можно обратиться за информацией к вам, чтобы узнать о льготах? Да, непосредственно в инспекции в операционном зале по многоканальному телефону справочной службы, это 8 800 7 ДНОЭК, по телефону нашей инспекции 648 2 0, или на сайте, опять же, федеральной логовой службы и соответствующий сервис, это имущественные налоги и льготы по ним. То есть там все эти льготы обозначены, как установлены федеральным законодателем, так и органами местного самоуправления. Как на сегодняшний день обстоят дела с уплатой этого налога? Ну, во-первых, те, кто получил квитанцию, есть специальное заявление, они могут уточнить, если инспекция, если в квитанции есть какие-то ошибки относительно объекта, если объект выбыл или не указан какой-то объект, можно пройдется в инспекцию и уточнить. Но здесь я отмечаю все-таки, даже по сравнению, наверное, с жителями Архангельской области или города Архангельска, это более добросовестно, то есть люди и уточняют, и указывают те объекты, которые у нас не указаны на уведомлениях и квитанции. То есть, скажем так, платежная дисциплина, она более строгая, чем в регионе Южней Ненецкого округа. То есть люди платят и сами приходят за уведомлением или позвонят, обращают, ну, спрашивают, почему до сих пор не пришло. Я думаю, что мы те задачи, которые перед нами службы и управления ставят по собираемости вот этих налогов, я думаю, что мы их выполним. Какие санкции предъявляются к тем, кто вовремя не уплачивает налог? Ну, во-первых, это пеня, который будет начисляться уже после 1 декабря для тех, кто не уплатит срок. Есть ответственность налоговая, ну, для, скажем, взрослых и умышленных неплательщиков, это уже штраф. Вот, ну, я думаю, что до такого мы здесь не дойдем, все будут платить вовремя. Дмитрий Валентинович, расскажите, каким образом налог распределяется в бюджеты? Это местные налоги, то есть они полностью зачисляются бюджетом муниципальных образований. Вот, и после, наверное, налога на доходы физических лиц составляют основную доходную часть налоговых доходов муниципальных образований. То есть все это идет на... То есть граждане должны видеть, ну, видеть, я думаю, то, куда идут эти налоги как раз. Все эти функции, которые муниципальные образования выполняют, то, для чего они созданы, и дороги, и ремонт, содержание, и образование, и медицина, вот это те налоги, которые как раз идут на эти функции. То есть наши муниципалитеты заинтересованы в том, чтобы граждане платили налоги, можно как-то даже стимулировать их. Да, 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 но мы постоянно в контакте с муниципальными образованиями, вот, в части и вручения уведомлений, и подключения к личному кабинету, и информирования о льготах, о ставках, о сроках уплаты, вот, с главами и с руководителями финансовых органов муниципальных образований, поэтому мы все заинтересованы, да, в поступлении, конечно, этих сумм, и в своевременном поступлении, в полном объеме, уточнение объектов, уточнение кадастровой стоимости объектов, налогообложения, так что я думаю, что да, всем-всем заинтересованы. А налог, в зависимости от налога на имущество, это транспортный налог или земельный налог, увеличивается какая-то ставка с каждым годом? В этом году он не вырос, остался на прежнем уровне? Ну, что касается транспортного налога, хотелось бы отметить, что раньше не облагались транспортные средства с мощностью до 150 ежедневных сил, как я уже сказал, теперь эта льгота предусмотрена только для отдельной категории. Ветераны-участники войны, пенсионеры, инвалиды боевых действий, инвалиды первой-второй группы, участники ветерана боевых действий. Все остальные транспортные средства, которые находятся в владении остальных категорий граждан с прошлого года, за долгой период прошлого года, они облагаются. В целом же ставки, я думаю, что они остаются неизменными. Я знаю, что есть такой механизм взыскания налогов, как через суд и через работодателя взыскать. Такая практика применяется? Да, она применяется всеми инспекциями. Если действительно неплательщики у нас есть, готовится заявление о выдаче судебного приказа, или исковое заявление, соответствующий суд. И если судья или суд выдает судебный приказ или выносит решение, то есть такая возможность действительно взыскать через работодателя, так как он является основным источником выплаты доходов для плательщика, для своего работника. судебный приказ обращается вот на те доходы, на ту зарплату, которую работник получает. Соответственно, он получит меньше за соответствующий период, за соответствующий месяц. Так что, я думаю, если никто не заинтересован, если заинтересован, наверное, принести домой ту сумму, на которую он рассчитывает, ту, которую всегда получает. То есть, чтобы до этого не доходило, мы стараемся. Дмитрий Валентинович, я знаю, что у вас проходят до дни открытых дверей. И совсем скоро, 10-11 ноября, они пройдут. Что они подразумевают? Да, 10-11 ноября. 11 ноября – это суббота. Причем, тем не менее, инспекторы будут работать с 10 до 15 часов. 10-11 с 9 до 18. Будут открыт в эти дни, во-первых, операционный зал. Можно будет подойти, как я уже сказал, во-первых, проконсультироваться по плате налогов, имеющимся льготам. Уточнить объекты налоговложения, которые в уведомлении в квитанции указаны. Ну и по всем направлениям, всем категориям платильщиков, опять же, проконсультироваться, решить какие-то вопросы, которые есть, в том числе и в субботу, нерабочий день. Я думаю, что как раз тот день, когда не нужно ни на работу, не выкраивать время, то есть можно спокойно подойти и все вопросы проконсультироваться и все решать. Как раз такая возможность предоставлена в общий выходной день. Все будут отдыхать, но вот налоговая инспекция в этот день будет работать. Для жителей. Да, почти весь рабочий день. Мы поговорили о налоге для физических лиц. Какие есть еще налоги? Может быть, сроки уплаты тоже подступают? Ну, как я уже сказал, налог на доходы физических лиц, которые формируют также бюджеты муниципальных образований, но в основном он осуществляется и удерживается налоговыми агентами с тех доходов, которые они выплачиваются. Здесь важно отметить такую функцию налоговой инспекции, наверное. Это постановка на учет всех обособленных подразделений, которые осуществляют деятельность на территории Ниньинского округа. Мы видим, что многие подрядчики, которые реализуют и государственный, и муниципальный заказ, а также масштабные работы нефтяных компаний, они, как правило, все зарегистрированы на территории других субъектов федерации. Здесь обязаны при реализации всех договоров, контрактов, соответственно, встать на налоговый учет. Для чего это делается? Для того, чтобы налог на доходы физических лиц, которые удерживаются от доходов тех работников, которые здесь работают, в этих обособленных подразделениях поступало, муниципальное образование, где вот эти компании неопосредственно осуществляют деятельность. Это мы обсуждали из Рио-губернатора округа. Это постоянная работа с администрацией Ниньинского округа, с муниципальным образованием, с крупными компаниями, которые шли от разработки углеводородного сырья на территорию округа. Вот, постановка на учет, от этих обособленных подразделений. Я хочу отметить, что эта работа началась еще в прошлом году. Да. Постановка на учет, подрядчиков. Ну, она и раньше была, да. Ну, может быть, более активно началась, потому что поднялась как раз тема, что нужно привлекать, да, ДФЛ, именно местные бюджеты. А каким образом? Это обязательно для компаний, для подрядчиков-субподрядчиков регистрироваться именно здесь? Или это необязательная функция? Это обязанность для постановки на учет в том случае, когда по налоговому кодексу вот эта компания создает здесь обособленное подразделение. Вот, есть за это соответствующие санкции, но в законодательстве новых изборок они предусмотрены. Вот, это не право, это действительно обязанность. То есть каким-то образом они уходят от этой обязанности? Ну, вы, это как раз-таки ваша функция, да, чтобы они встали на учет именно здесь? Да, 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 поставить на учет, соответственно, и контролировать уплату и удержание, исчисление налога на доходы в физический литр в том числе. Ну, это самый большой доход, один из самых больших доходов в бюджет Ненинского округа, это как раз-таки НДФЛ. Ну, бюджет муниципальных образований, точнее, бюджет Ненинского округа, это, наверное, налог на имущество организации, вот, это региональный налог, его платят организации, уже не физические лица. Вот, и вот, третий, как я уже сказал, бюджет Аннал, это доходы от реализации СРП на Харьевинском месторождении. По налогу на имущество. А как обстоят дела с уплатой налогов юридическими лицами? Ну, мы контролируем эту ситуацию на сегодняшний день, так действительно есть и пеня, и санкции за неуплату этих налогов. По налогу на имущество организации действительно существует, в регионе существует льгота, в том числе в отношении движимого имущества, вновь введенного в эксплуатацию. Здесь важно отметить, что ряд организаций, на наш взгляд, не всегда может быть правильно относят то или иное имущество к той или иной категории, движимому или недвижимому. В ходе контрольных мероприятий наших, как камеральных, так и выездных проверок, мы эту ситуацию стараемся исправлять, привлекаем и экспертные учреждения, чтобы правильно, может быть, помочь организации, правильно определить категорию имущества, движимым или недвижимым является, чтобы льготу, непосредственно льгота применялась только в отношении движимого имущества, чтобы не было злоупотреблений соответствующих. Окружной бюджет полностью получил тот налог на имущество, на который он рассчитывал. Тем более, что с каждым годом, на 18-й плановые периоды, 19-20-й годы, как вчера, публичные бюджетные сушения были, а с каждым годом доход, окружной бюджет от поступления именно этого налога, он предполагается всё больше и больше. Поэтому мы также заинтересованы в правильном применении этой льготы и исключении какого-то недобросовестного применения или злоупотребления ей. Как в этой части вы взаимодействуете с администрацией Минского округа? Это же тесное, плотное какое-то сотрудничество. Да, это тесное взаимодействие и при формировании проекта закона об окруженном бюджете здесь и инспекции, и управления ФНС Парханского области и Нинецкого округа дает сведения о... дает прогнозные данные, точнее, о сумме технологов, которые поступят до конца этого года, в следующем году, в плановых периодах 19-20-го года. Те данные, которые уже поступили в региональный бюджет, мы, соответственно, заинтересованы в прогнозе поступлений от разработки Харьковского соглашения, те сведения, которые есть у округа, то есть те суммы, которые поступят и от налога на прибыль при реализации этого соглашения, и от раздела прибыльной продукции, который округ получит. А мы, соответственно, можем дать прогноз по возмещению налога на добавленную стоимость, которую оператор СРП получает или, скажем так, желает получить в будущих налоговых периодах. Также здесь сведения обоюдно заинтересованы в инвестиционной составляющей вот этого проекта, то есть сколько оператор или инвестор готовы или собирается потратить на инвестиции, на разработку вот этого проекта. Вот такие вот данные. Дмитрий Валентинович, если вернуться к налогу физических лиц, есть какие-то прогнозы, сколько вы собираетесь собрать налогов за 2016 год? Ну, сейчас сходу я вам, конечно, не скажу. Но прогнозы такие, они уже существуют, да? Да, конечно, прогнозы такие есть. Минсполитеты же на что-то должны рассчитывать, да? Да, да, да. Вот, конечно, при формировании местных бюджетов такие прогнозы, естественно, существуют, в том числе и в части постановки на учет количество вот этих обособленных подразделений организации, снятия их с учета, то есть когда они заканчивают какие-то проекты, соответственно, контракты заканчиваются, закрываются, они уходят. Вот эти обособленные подразделения, они снимаются с учета, конечно, и уровень заработной платы и доходов населения, все это учитывается при прогнозах поступления этого налога. И покупательской способности населения, то есть все мы видим, да, ту ситуацию, которая сейчас у нас экономическая, которая складывается, естественно, она не может не отражаться на тех доходах, но мы ведем постоянную работу с работодателем в части легализации заработной платы и уровня недопущения выплаты серой зарплаты, зарплаты так называемой зарплаты в конвертах, чтобы база налоговая по НДФЛ, она была, так мы ее видели, муниципалитеты ее видели, привлекаем для этого и прокуратуру, созданную межведомственную комиссию по легализации заработной платы, по взысканию вот этой задолженности и с привлечением и прокуратуры и окружных органов власти округа и органов местного самоуправления, небюджетных фондов, органов полиции. А что касается серой заработной платы, это актуальная тема? Есть, еще есть такие работодатели, которые дают зарплату в конверты? Ну, я думаю, что они были и есть и будут, наверное, вот, всегда есть те, кто заупотребляет теми правами, которые, так сказать, законодательство нам предоставляет, но нужно сказать, что в округе, конечно, уровень гораздо меньше, чем в Архангельской области, в городе Архангельске. Здесь все-таки, я думаю, как я уже сказал, да, все-таки люди, и работодатель, он более добросовестный, да, и те комиссии, которые работают, они уже дисциплину, я думаю, уже поддерживают. Вот, наверное, можно так сказать. Смотрите, а если ситуация, если это не серая зарплата, а если это маленькая зарплата, вы как-то каким-то образом же тоже это отслеживаете? Понятно же, что не может быть зарплаты у человека минимальная какая-то 7800 рублей, допустим. Да, конечно, и эта ситуация, то есть регулярная инспекция обращается к тем работодателям, у которых зарплата... Занижена. Да, занижена. Вот, во-первых, объяснить причины этого, действительно ли она занижена, или занижена официальная зарплата, а какая-то часть ее выплачивается, может быть, в конверте. Вот, но, как правило, все работодатели, да, идут на встречу, то есть объясняют причины этого. То есть есть и перспективы поднять зарплату, и потом есть разные ситуации, когда... Здесь, во-первых, очень развита сезонный, наверное, характер работ, учитывая те работы и ту специфику округа, и климатическую, и те, действительно, работы, которые здесь проводятся при разработке полезных ископаемых. Вот, поэтому в течение года действительно уровень зарплаты у ряда работодателей, он может, скажем так, отличаться, но все идут на встречу, все объясняют, и так или иначе, я думаю, что база, в большей части база полного грамм дохода физических лиц, мы считаем, что она здесь легальна, легализована и открыта. Но, тем не менее, если такие случаи есть, если они... Я знаю, что просто многие индивидуальные предприниматели, они грешат этим, особенно в сфере торговли, продовольствия, промышленности, у них там зарплата заниженная. Ну, есть меры воздействия, я говорю, что это межвидостные комиссии и те полномочия, которые даже у нового органа есть. Вот, поэтому я думаю, что все это... Мы понимаем ту ситуацию, которая складывается, конечно, как вы уже сказали, я уже сказал, с покупательской способностью, конечно, действительно, и выручка в розничной сети, она, конечно, падает, это не может не складываться на зарплате тех, кто работает. Вот, но, тем не менее, все равно мы призываем постоянно какие-то изыскать внутренние резервы для, по крайней мере, сохранения того уровня дохода работников, которые работают в Ненецком округе, не допустить снижения зарплаты, по крайней мере, не допустить снижения, но и повышать в соответствии с тем уровнем инфляции и повышением цен, которые складываются в экономике. Дмитрий Валентинович, давайте вернемся еще раз к уплате имущественного налогофизических лиц. В случае, если гражданин не получил квитанцию, что ему делать? Еще раз давайте проговорим. Да, во-первых, можно подойти просто в инспекцию и получить уведомление, единое налоговое уведомление, квитанцию и заявление об уточнении информации об объектах. Либо в личном кабинете получить эти документы, если же до сих пор в личном кабинете не подключен, подключиться к личному кабинету все-таки. Как я уже говорил, все-таки об удобствах этого сервиса можно видеть и объекты налогообложения, и те суммы налога, которые к уплате подлежат за соответствующий период к соответствующему сроку, и через него же, опять же, уточнить информацию и об объектах налогообложения. Подключиться можно через МФЦ, либо непосредственно в инспекции прийти, получить логин, пароль и уже пользоваться. До 1 декабря это важно. Да, до 1 декабря мы еще раз призываем всех все-таки воплотить, чтобы нам не пришлось начислять пении, привлекать к ответственности или взыскивать через суд, через мировые суди. То есть это, опять же, затраты инспекции на и временные, и финансовые, и затраты судебных органов. В то же время от правосудия отнимаем, от тех серьезных дел, которые суди могли бы рассматривать, не допуская этого, платить самим через те возможности, на которых мы уже останавливались. Дмитрий Валентинович, спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Желаю вам хорошей уплаты налогов. Спасибо. Это было актуальное интервью. Увидимся.